И молчать тогда. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, поймал мне грешно. Так, в Библии говорится, что Бог сотворил, говорит, небо и землю, и твердь, и птицы полетят по тверде. Как ты понимаешь слово твердь? Вода на тверде, вода по тверде. Твоё понятное какое? Что такое твердь? Что у нас вначале была вода. Господь разделил воду. Воду, которая в воде, которая под твердью. Господь дал приказание собраться в одну сторону, и явилась суша. А та вода, которая над твердью осталась... Ну, та вода какая? Вода. Такая там корабли могут плавать или что? Ну, вода, есть вода. Ну, как она держит? Если вода под твердью собралась во моря, мы смотрим на море. Понятно. На море смотрим. Вода? Видим воду? Там вода. Но вверху как она вода? Твердь твердая вот так, и там вода всё. Но на высшей твердью вода? Конечно. На каком расстоянии от земли? Ну, это я не знаю, я что, мерил с рулеткой или что? Почему вы эти вопросы не задаёте? Ну, примерно, где-то кто-то говорил... Ну, в Библии ищите. Есть такое в Библии? В Библии нет этого, потому что так... Ну, есть в Библии вода над твердью. Есть такие слова? Там дальше сейчас посмотрим, что означает это. Что означает твердь и что означает вода. Ну, что именно вода в таком же виде, что она в плотном состоянии, такая же, как здесь. Я вам читал Василия Великого, Ефрема Сирина и Ивана Златоуста. Они пишут, что как написано, так и понимают. Что я, я не знаю, вот я святых отцов слушаю. Это уже даже никак не понимать. Почему и говорится, что тройной способ понимания. А здесь аллегорический, вербальный, в какой разный перевод. А так не надо. Это Библия не для дорогов написано, а для послушных. Мы сейчас увидим, что... Не знаю, я спорить не буду, потому что... Нет. Смотрите, если так, тогда можно эта дверь... Я считаю, что это дверь для сатаны. Аллегория любая там, то есть он может в это входить и там вымыслить всякие. У нас есть святые отцы. Соборы приняли, что толкование святых отцов и все. Ну, нет, нет, мы же на земле сейчас живем. Ладно, мы толкования не знаем. Ну, наса не надо здесь плита. Мы только Библию будем брать сейчас. Только Библию. Святых отцов, пожалуйста. Святые отцы ничего не знали, все ясно. Я не понял, ты беседать не хочешь или еще? Ну, если... Зачем вы будете мне... Я Библию... Я слышал о Менделееве. Библию сейчас открываю. Я сказал, что прошу, не трогать, забыли все, только Библию. Святых отцов. Иначе разговоры... Ты знаешь, что по Библии это не сходится, поэтому ты Библию не хочешь открывать. Ну, я хочу толкование святых отцов, дайте мне, пожалуйста. Я вам дал... Слово толковать, это значит что-то толковать-то. Без Библии-то нельзя, что-то толковать будешь, если... Ну, толкование бытия, дайте мне святых отцов на толкование бытия. Ну, бери, почему я тебе должен давать-то? Бери. Ну, я вам читаю, вы не верите святым отцам. Зачем разговор? Ну, я тебя спрашиваю, как это практически выглядит-то? Спорить не буду. Я вам сказал, что святым отцам я верю. Это вопрос, коротко, я тебе отвечаю. Вот, допустим, твердь. Твердь из чего она состоит? Ну, твердая твердь. Твердь. Даже у нас слово есть, твердая. То есть, она твердая. То есть, через нее туда самолет не пролетит? На каком расстоянии от Земли? Ну, вот есть ученые, которые сделали макет ракеты. Они ее запустили, напичкали камерами и там спидометром. И по ихним данным, по ихним данным, 300 с чем-то километров. 300 километров. Ты в это веришь, что она долетела в потолок? Да, веришь, что она ударилась и вернула. А выше этого твердого потолка там вода. Вода, да. То есть, вода в таком же виде, вот как сейчас мы пьем, примерно так, что она твердая. Да, вода есть вода. В море, как океан, ну, то есть, в таком виде, жидком. Понятно. Вот это я хотел узнать. Так, давай посмотрим, что нам говорит Дух Святой. А что люди толкуют, а на сегодня так или не так? Нет, святых отцов. Если нет святых отцов, я не принимаю. Ученых я не принимаю. Да ни одного ученого Библию, говорю, открывает. И что такое агрессивное-то? Почему, Андрей Косин? Ну, Библию открываю. Я тебе говорю, ни одного ученого, никого не берем, только одну Библию. И ты резко отмахнешься, тогда у тебя веры-то никакой нет. Не, вера у меня есть. Я верю святым отцам и соборам. Да, прошу, читай. Забудем о соборах, о людях. Только одного Бога возьмем. Вначале была Библия, вначале было Слово. И мы вначале сейчас смотрим. А что там они накуролесили, люди святые, не святые? Это мы придумали. Считай по порядку. Бытие один. Вы отвергаете святых отцов, что ли? Да я не отвергаю. Ты меня в этом не упрекаешь, что я упрекаю. Святые соборы приняли, что... Я сейчас прошу, Библию считаем. Ты можешь помолчать? Библия считает, замри. Всякая плоть до умолкнет. Ибо Господь говорит, ты Бога не боишься. Что ты в самом деле? Считай. Ну, Гнатий Тихонович, я не хочу спорить, потому что все превращается в спор. Я не хочу спорить. Тверде небесной. Это беснование натуральное. Я считаю, Слово Божие, а ты тарахтишь. Ты что думаешь-то? Мы меня не слышим. Ну, какая ты жизнь-то? Ну, простите, вы меня не слышите. Да Бог тебя отнимет просто... Вы меня называете братом и не слышите. Бытие один. Четырнадцать. И сказал Бог, да будет светило на тверде небесной. То есть они не выше, а на тверде небесной светило. Какие? Для отделения дня от ночи и для знамений и времен, и дней, и годов. Где? Светило на тверде небесной. Вот с какой стороны? Если это тверде какой толщины, мы не знаем. Но главное, что светило видно. Если это непроходимый слой тверде, то с той стороны светило нам будет не видно их. Значит, они с этой стороны. Их видно. Какие? Он перечисляет. Это Солнце, Луна и звезды. Три. Она прозрачная. Солнце, Луна и звезды. Она прозрачная. Хотя нигде не написано это. Дальше. И да будут они светильниками на тверде небесной. На тверде небесной. Это мы отрицать не можем. Чтобы светить на землю. То есть оттуда они светят на землю. То есть сами по себе. Или эта твердь такая, что видно, как говоришь, через нее. И стало так. Бог повелел. И поставил их Бог на тверде небесной, чтобы светить на землю людям. Опять подтверждает. На тверде небесной. Мы это четко уже усвоили. А что такое твердь, мы не знаем. И сказал Бог. Да произведет вода присмыкающейся души живую. И птицы да полетят над землей по тверде небесной. То есть мы что-то не знаем. Твердь не видим, но птиц видим. Мы перекрестились, начали говорить. И они, птицы, полетят по тверде небесной. Если это на 300 километров, птица на 300 километров никогда не полетит. И она даже не может перелететь в Джамалунгму. Она не перелетает. Птицы не летают. Там совершенно дышать нечем. Там шерпы сопровождают. Несут кислородные баллончики. И они этим дышат. Так, вопрос. Как они полетят по тверде небесной? Птицы. Птицы не какие-то там райские. А именно те, которых мы видим. Голуби, павлины, щайки, утки, гуси, журавли, лебеди. Ну, все, что летает. И они полетят по тверде небесной. Как пояснить это? На 300 километров они летят. То есть ты понимаешь, что это опровергает. Что птицы летят, мы их видим. На какой высоте? Мне кажется, порой, что солдаты с кровавых не вернущихся полей не в земли наши полегли когда-то, но превратились в белых журавлей. И поют. На каком расстоянии? Ну, полтора-два километра. Три километра. А дальше уже самолеты летят. Птицы попадают в самолеты в турбины, только внизу, вверху уже нет птиц. Значит, полетят по тверде небесной. Поясни, пожалуйста, что это такое? Как они полетят за 300 километров в высоту? А есть у святых отцов на этом опроверге? Нет, ничего нет. Они не знали. Они говорят, что мы не знаем. Еще святые отцы. Но одно, что птицы на 300 километров в высоту. Это можно так понять. То есть мы с земли-то смотрим. Да, что мы? С земли смотрим вверх. Мы видим, птицы летят. Если над ними тверь, то они по тверде летят. Нет, тут по тверде небесной. Тут и не надо, что видим, через это. Ты что выдумываешь-то? А они полетят по тверде небесной. Ты уж совсем куда-то поворачиваешь. Ну, тогда я, ну, можно тогда... Значит, твердь небесная ниже. И твердь небесная не твердая, по ней птицы не летают. Ты сразу услышал, и свою эту муть из головы выкинь, что твердь не твердая, и птицы летят где? По воздуху. И воздухом назван твердь. Он твердь. Другого нет. Ну, там мы не знаем, что, но птицы летят по воздуху. Сейчас мы увидим. Дальше. Хвалите Бога во святыне Его, Псалом 150-е. И хвалите Его на тверде силы Его. Что такое твердь силы Его? Не твердь, а твердь силы Его еще есть. Чтобы утверждать то, что ты говоришь, надо иметь подтверждение от Бога. Святых отцов, я вам прочитал, иначе подтверждение ничего не сделаю. Я от себя ничего не сказал. Вместо читал, но только как говоришь, что это выше, там сверху вода, ты понимание свое вкладываешь. Ницше на это сказали. Святые отцы сказали. Как читаем, так и понимаем. Златоуз говорит, не показывай написанное, дай смысл написанного. Я сколько раз говорил. Я как читаю, так и понимаю. А для чего учителя поставлены? Одних апостолами, пророками, учителями. А разъяснять будут столетия. А разъяснять. Тысячелетия будут разъяснять. Это тайна. Он говорит, это тайна. Великая, недосягаемая. Я не входил в это. И не успокаивал для души моей, как дитя, те отнятого от груди. 130-й псалом. Вы идете туда, где скрыта тайна. Никто из святых отцов не пояснял, что эти птицы будут ползать. А летать по тверде. Значит, эта твердь не такая, как говорят, твердая. Это воздух. И воздух на этом тверде. А облака выше, которые это воздухо поднимается, это вода та, которая отделилась. Тогда разрешите мне еще раз прочитать святых отцов. Хорошо, сейчас прочитаем. Сейчас, давай, закончим. Я тебе ничего не настаиваю. Просто, если этому не веришь, тогда сказать, я не верующий. Дальше. А тверде небесное. Ответа никакого нет. Вот здесь, может, где-то вопрос надо. Да, я сам ничего не толкую. Кто сказал, что я сам толкую? Ну, это должны как-то понимать. Что такое это? Ну, святых отцов толкование, все. Сам ничего не толкую. Откуда вы взяли, что я толкую? Ну, тверд силы. Что его? Не знаю. Мы оставили. Ничего. Святых отцов никого нет. И ты не найдешь никогда. И не считал. Дальше. Даниил говорит. Даниил 3,56. Благословен ты на тверде небесной. Бог благословен на тверде небесной. А по тверде летят птицы. Второй вопрос. Неотвеченный. И прихвальный, и превозносимый вовеки. Дальше. Даниила 12,3. И разумные будут сиять, как светило на тверде. Но тут нам понятно. Потому что светило на тверде вынообразовано. Где? Ну, мы видим воздух, космическое пространство, миллионы лет. И там светило светит. Луна светит. Миллионы лет? Миллионы лет. Звезды есть. Не миллионы, а миллиарды световых лет. До них добирается. Скорость света 300 тысяч километров в одну секунду. И чтобы луч долетел до тех космических пространств, 2 миллиарда лет надо. Не 700 километров. А то есть это в степенях показы, там сотые степени. 2 миллиарда лет световых лет. Надо узнать, сколько в году секунд. И потом эти секунды умножить на 300 тысяч. Это бред ученых. Вы зажигаете свечу. Если свет движется с 300 тысяч, почему мы там в другом угле не видим света? Не будем объяснять. Дальше считаю. Даже движется. Разумные будут сиять. Бытие. 1.6. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды. И да отделяет она воду от воды. Какие непонятно. Ну мы узнали, что по тверде летят птицы. Значит речь идет только об облаках и о воздухе, который окружает землю, как одеяло. Другого нет. И создал Бог твердь. И отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. Откуда? 40 дней лилась вода. Насыщенные тучи. Иногда льет, все зальет. У нас в Барнауле здесь молились, а дождя не было долго. И прошел дождь. Дождь в вокзале, подвала, там где эти камеры, все залито было. И около вокзала, вот эта площадь, по ней машины, такие макушки одни были. А когда нас насыпь была, поезда идут. Вот так рельсы висят в воздухе, все размыло. В Барнауле, среди лета, откуда? Прорвало, как будто бы, о, повернули в эту сторону. Да и в обиды, даже столько воды нету. Что интересно, у нас по Теряевке, на поле, высоко поле, а там нигде нету, ни прудок, ничего нету. Я иду, и вот так, пшеница шевелится. Я посмотрел, а высокий бугор, пшеница. И пшеница рыба, рыба. То есть рыбу нанесло, и рыбу сбросило здесь. Дальше. Почему окна небесные написано? Могло бы написано тучи? Ты Богу приказывать не будешь. Зачем это? Почему написано? Но окна небесные, значит, есть или нет? Это для чего написано? Это применительно к людям, что окна открыл Господь, сказал, пролезься вода. Ну нельзя так захватать это. Это вера-то никакой нет. Начни сначала все. Дальше. Бытие 1.7. И создал Бог твердь. И отделил воду, которая под твердью, от воды, которая на твердью, и стало так. Это 6-7 стих. И назвал Бог твердь небом. У него название у твердь есть. Небо. И полетели птицы по небу. Сейчас мы увидим. Тут все растолковано. Толковать вообще ничего не надо. Это только дьявол может все вот так вот разворотить. Разворотить. И дальше. И был вечер, и было утро, день 2-й. Небеса пропадут славу Божию. О делах рук его вещает твердь. Вот теперь мы увидим, что такое твердь. О делах рук его. Это космос. Это открывает. Это сколько. Как премудр Бог. И человек не может этого создать. Сирахов. 44.1. Величие высоты. Твердь чистоты. Еще там твердь считали. Слава. Твердь чистоты. Вид неба в славном явлении. Сирахов это понимал. Третье ездры. 6.20. А когда нас знаменается век, который начнет проходить, то вот знамение, которое я покажу. Какое? Книги раскроются перед лицом тверди. У тверди есть лицо. У него и сила есть перед лицом тверди. То есть небо свидетель. Здесь ничего больше нету. Свидетель. А кто это? Кирский. Федорит. Все места это толкует. Он толкователь Ветхого Завета. У Златоуста совсем мало. Бытие. Порок Исаия. И отдельные выдержки. Псалтыр. Пятый том. Дальше. Перед лицом тверди. То есть это будет на небо. Третье ездры. 6.41. Во второй день сотворил ты дух тверди. Какими именами? А почему? Одному открыто так. Ездры так. Моисею так. Названия какие? А суть одна и та же. Мы ничего прибавлять не будем. И повелел ему отделить и произрасти разделение между водами. Чтобы некоторая часть их поднялась вверх. А проще осталось внизу. Вот это испарение, которое поднялись. Сейчас мы увидим. Почему? Между тем, как они кричали, метали одежду и бросали пыль на воздух. Вот вся твердь. И дальше. Первая корректа. И потому я бегу не так, как на неверно это. Бьюсь не так, чтобы только бить в воздух. Воздух бить, ну, боксер бьет который. Вот она твердь. А сопротивление очень большое. Машина, когда идет, разгонится, ее буквально поднимает кверху и переворачивается. Парашют-то почему не дает, а он упирается, воздух давит. Твердь. Воздух это твердь, да? А? Воздух это твердь, вы говорите? Да, так написано. По тверде полетят. То есть воздух это твердь? Да, воздух. Вот смотри, откуда. Не я говорю, а Писание говорит. И там находится дьявол. Вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе. Вот он где находится. Как? Духа, действующая ныне в сынах противления. Не так понимаешь? Не воздух, а он тебя как раз на этом и хватает. Предупреждающий стих. Ефесянам 2.2. Там князь, сатана, лжец. И он тогда искажает. Небо не такое. Понимать надо так. Там отдельные озера, там моря. Ничего этого нету. Это уже... Все это даже для глупых не подходит. 1 Фессионисм 4.17. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, восхищены, было бы на облаках, встретили Господу. Никакой тверди нету. А почему? Она осталась позади. То есть воздух. Теперь облака и встретили Господу. Так это дух. Тело останется? Дух? Душа? Душа? Ну вот уж ересь годишь. Совсем ты ничего не знаешь. Тело воскресшее, обновленное. Оно будет поднято навстречу. Дух, душа, тело. Не другое, говорит, а именно вот это, которое мы носим сегодня. И до одной волосинки будут. А, ну это уже конец, согласен, да. То есть мы остались в живых. Душа соединится с телом. Душа, тело будет обновленное. Но это самое, а не другое. Но обновленное, да. Обновленное, как, допустим, золотой сосуд, говорит, тресл, грязно его разбивает. В огонь бросает, переплавляется, и новый сосуд золотой делает. Так, на облаках где твердь? А нету, а вот она и есть. Вот это твердь. И на облаках, а дальше встретенье Господу на воздухе. Он является на небе. Дальше тверди никакой нету. Все. Значит, тверди как таковой. Я вначале тоже, когда прочитал, так думал, а где она вода? А когда считать дальше стал, вижу, да никакой и нету. Это дается понимание, что воздух это... Видишь, он даже вот сейчас видно, как сжимая его. Второе Маковейское. Случилось, что над всем городом почти в продолжение 40 дней являлись в воздухе кто? Носившиеся в садики, в золотых одеждах и наподобие воинов, вооруженных копьями. Где в воздухе, не по тверди небесной приезжали в садики. То есть твердь это и воздух? Да, это воздух. И твердь, и воздух, и тучи. Тогда тучи и все остальное. И поэтому никаких... Когда ракета она закончила горючей, то она и упала, она не ударилась. А эти-то остальные-то поднимаются на 400-500, дальше до Луны. Запустили на Марс, а до Марса там сколько-то у них... Полтора года, кажется, ракета шла туда, американцев. Так, когда она угасает... Угаснет, тело обратится в прах, и дух рассеется, как жидкий воздух. Воздух-то какой бывает? Жидкий, уже жидкий. Не воздушный, не аэро, а жидкий. Жидкий это досыщенность парами. Дальше. Премудрость Соломона 5.11. Каждое слово Духа Святого. Да умолкнет написано всякая тварь. Кто бы это ни считал, еретик, сразу мгновенно шапку долой, и я слушаю. Слушает раб твой, что Бог не убил тебя. Будь очень осторожен. Бог говорит. Или как от птицы, пролетающей по воздуху, а там написано, и полетят птицы по тверде небесной. А тут, говорит, по воздуху. А то и то же. Там птицы полетят по тверде, а здесь по воздуху. У кого разъяснение-то? Тут толковать нечего. Что, другие птицы? Те же самые. Где по воздуху? А там по тверде. А, так это твердь-воздух. Тут любому понятно. Совмещаем мы. По воздуху. Не бойся отступить назад от глупостей своих. Дальше. Никакого не остается знака на пути. Но легкий воздух. Он легкий. Легкий теперь. Там, говорит, жидкий воздух, твердь. Это все его разные названия. Ударяемый крыльями. На что он ударяет? Вот этот вот воздух-то ударяет. Он легкий. И рассекаемый быстротой движения, пройден движущимися крыльями. И после того не осталось никакого знака прохождения по нему. Что, по тверде? На тверде царапали? Нет. Просто воздух сошелся и все. Премудрость Соломона 5.12. Или как от стрелы, пущенная цель, разделенный воздух, тотчас опять сходится. Так он твердо оказывается. Оказывается, ее стрелой пробиваешь, и он расходится. Да. А дальше сходится. Вот это и твердь. Стрела. А где отпускают? Она уже на расстоянии полтора метра летит. От стрелы. Так что нельзя узнать, где прошла она. Это Писание говорит. Эти места эти скину все. Премудрость Соломона 7 глава 3 стих. И я, родившись, начал дышать общим воздухом, то есть, который есть. И не спал на ту же землю, под нами, который первый голос обнаружил плачем, одинаково со всеми. 13.2. Премудрость Соломона. И они посчитали за богов, правящих миром, или огонь, или ветер, или движущийся воздух. Они луне приносили, и солнцу приносили жертвы. Где? Или звездный круг. То есть, где это все? А нигде? Никакой твердя нету. Или бурную воду, или небесное светило. То есть, мы дышим твердью? Да. Мы дышим твердью. Вот так. Больше в Библии нету ничего. Вот это первоначально. А толковать, вопреки этого, это не толковать, а это извратитель будет. И написано, птицы пролетающие где? По воздуху. Вот. Мы можем убрать? Нет, не можем. Можно еще раз прочитать святых отцов? Ну, давай, читай. Вам понятно? Понятно. По воздуху, а там по тверде. Вот это и есть твердь. Сейчас такой воздух твердый, небольшие парашюты, танки сбрасывают. Даже танки. Самолеты такие специальные. Получается, вот это мягкий, то есть, это воздух. Это воздух тоже. Другая твердость, да. Другая. У воздуха тоже волна есть. Вес там. Свет даже давит. Давление света Лебедев доказал. Через ставень висит маленькая картоночка на ниточке. И через ставень луч попадает, и она сразу поворачивается. Никогда бы не подумал, что даже у света и есть давление. Так, давай. Что же касается до общего подхода к буквальной или же символической природе текста бытия, давайте рассмотрим слова некоторых других святых отцов, написавших толкование на бытие. Святитель Василий Великий в своем шестодневе пишет. Иные, принимая, написанные не в общеупотребительном смысле, воду называют не водою, но каким-нибудь другим веществом. И растению, и рыбе дают значение по своему усмотрению. Так, мы сейчас скажем, мы этого не даем, воду называем водою, а это были люди, которые... Это Василий Великий, это святой отец. Да. Ему было открыто все. То есть они понимали, которые еретики, понимали, трава это не трава, понимать надо то-то поднять. Да, 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 абсолютно верно. А я, слыша о траве, траву и разумею, так же растение, рыбу, зверя и скот, все, чем оно названо, за то и принимаю. Да. Не стыжусь бы благовествованием. Римлянам 1, 16. Аминь. Некоторые по собственному своему разумению вознамерились придать некоторую важность Писанию какими-то ложными аргументами и аллегорическими истолкованиями. Но это значит ставить в себя премудрее слове с духом. И под видом толкования уводить собственные свои мысли. Посему так и будем разуметь, как написано. Шестоднев, девятый том, творение. Понятно, буквально. Дальше. Но они сами же иногда, допустим, поймал он 153 рыбы. Когда Петр вышел, Христос на берегу, 153 рыбы, они говорят, эта рыба-то рыбой. А что означает цифра? Они цифру растолковывают. Продолжение. По-другому. Так, преподобный Ефрем Сирин подобным образом говорит нам о толковании на бытие. Никто не должен думать, что шестодневные творения есть и на сказании. Неповелительно также говорить, будто бы в описании всем представлены одни номинования, или ничего не означающее, или означающее нечто иное. Напротив того, должно знать, что как небо и земля, а нечто либо иное, разумеется, под именем неба и земли, так и сказанное всем прочим, что сотворено и приведено устройство по сотворению неба и земли. Заключает в себе не пустые наименования, но силе сих наименований соответствует самая сущность сотворенных естеств. Толкование на бытие творения. Буквально, понимаем так. Если написано корова, значит корова. Светитель Иван Златоуст, говоря так, нарочитая река, рая пишет. Может быть, любящие говорить от своей мудрости и здесь не допускают ни того, что реки, действительно реки, ни того, что воды, точно воды, но внушают решающимся слушать их, чтобы они под именем реки Вод представляли нечто другое. Но мы, прошу, не станем внимать этим людям. Заградим для них слух наш, а будем верить Божественному Писанию. И следуя тому, что в нем сказано, будем стараться хранить в душах своих здравые догматы. Этого должно быть достаточно, чтобы показать нам, что святые отцы, писавшие на тему бытия, были, в общем, вполне буквальны в своих истолкованиях текста. Даже когда во многих случаях позволительно также символически или мистическое значение. У нас есть... Потом еще почитаешь, пока... Я уже почитал, все. Это выписки святых отцов. Да, выписки. То есть вы вот это отвергаете. Никак. Да чего ты взял-то? Ну зачем ты, наверное, вешал? Ну я... Ну чего ты взял-то? Я свое ничего не... Да зачем ты? Так я это прочитал. Почему? Ну прочитал, я все принял. Но вы не верите это? Аминь. Аминь. Что тебе? Так, сядь. И больше никогда не поймай. Ты не принимаешь? Ты зачем этой дурью маешься-то? Так я свое ничего не придумал. Я тебе отвечаю, аминь. Все сказано правильно. Но слово вода имеет три значения. Лед. Вода? Да. Вода. Вода, которую пьем вода? Вода. Пар, который поднимается вода? Вода. Вода. Три состояния. Так вот, это состояние пар. Вода, которая отделяется от воды, которая здесь находится. Вот о чем речь-то идет. Дальше. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37 стих. Ну если буквально понимаем здесь, мы понимаем, но не всегда. Буквально. И люди... Бытие. Да подожди, а бытие мы согласились, буквально. Ну так дальше я ничего не говорю. Я говорю, Иисус Христос, это Второй Иисус Святой Троицы, рожден на Деву Марию, я тебе рассказываю с нуля. Чтобы тебя, как говорится, сатана раскрепостил вот так. И он стоит в праздничный день и говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Что можно мы понимать? Что он сказал? Воду живую. Это учение. Учение слова Божьего. Не учение как раз. Там поясение дается. Ты не считал Евангелие? Давай откроем. Сейчас мы откроем. Видишь, как ты сразу поплыл. Бытие, бытие. А это разве не бытие Евангелия? Мы там приняли, да, все буквально. Что я поплыл? Я святых отцов про... Я тебе считаю слова Христа, не с человека. Не сравни одно с другим. Что ты, совсем уже безбожье? Написано, святые отцы. Да Бог его знает, что они там сказали. Да так ли напечатали. Библия одна только, которая на суде Божьем будет. Евангелие от Иоанна, 7 глава. Лоховато вижу. 37 стих. Так. Вот читаем. Последний же великий день праздника. Считай. Последний же великий день праздника. Стоял Иисус и возгласил, говоря, Кто жаждет, иди ко мне и пей. Так, что сказано? О чем? Дальше он говорит, буквально пей. А дальше... Надо толкование... Не надо пока толкование. Он сейчас объяснит. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, Из чрева потекут реки и воды живой. Что, река потечет? Что, пошли в туалет или куда? Из чрева потекут? Ты знаешь, что из чрева потекут? О какой воде говорит? А маще? Нет. А чего? Здесь... Здесь... А почему вы путаете? Я про бытие вам говорил. Вот, смотри. Сие сказал... Как святые отцы. Сие сказал о чем? А здесь надо читать филакт. Я здесь... Я ничего не толкую вообще. Мы сейчас не толкуем. Иначе тихо. Я вообще ничего не толкую. Я от себя ничего не говорю. Я добавил к этому? Ты можешь сейчас домолчать. Молчу. Мы считаем Слово Божие, а ты куролесишь и куролесишь. Он тебя, сатана, уже полностью взял в руки. Ты не понимаешь даже этого. Ты на самой последней стадии не верь, остаешься. Сие сказал он о Духе. С большой буквы. О третьем лице Троицы, которые умели принять верующие в него. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Аминь. И многие из народа, услышав те слова, говорили, он точно порох. А другие говорили, кто может слушать эти слова? То есть он сказал о воде, из чрева потекут реки, что Дух Святой из вас потечет. Что это означает? Ты Евангелие даже не знаешь. Евангелие не знаешь. Сейчас дальше. Геннадий Тиконович. Сейчас, подожди пока. Подожди. Мы говорили о бытие. Мы все приняли. А здесь я знаю. Здесь я читаю Блаженного Феофилакта. Каждое слово мы приняли. Блаженного Феофилакта вот здесь. Я здесь ни при чем. Я ничего не толкую. По трени небесные полетят. Покуда полетят они? Твердое место? Ну, уже написано. Полетят по воздуху. Толкование-то уже дано. Что тебе не понятно, что он тебе запудрил дьявол мозги? Тогда надо святых отцов отвергать. Они ни при чем сидят. Вселенские соборы. Они про это не говорят, что там твердое место. Где ты нашел? Вот ни одного слова про это нету. И что в него ударится и дальше не пойдет. Даже намека на это нет. Ты что придумываешь-то? Ничего не придумаю. Ракета есть в реальном мире. Да откуда же ракета, когда Евангелем мы считаем? Святых отцов. Зачем ты берешь? Ты сказал, Иса Континентона не надо. Да, да. Я сказал, не надо. Договорились. А ты сам первый начинаешь брать. Зачем ты берешь эти ракеты? Глупость свою. По мозгам стучат ракеты. Ракеты. Написано, птицы полетят по тверде небесной. А птицы выше 5 километров лететь не могут. Птица задыхается. Где полетели? А дальше написано... Святых отцов надо искать. Святых отцов надо искать. Я вот только могу цитировать святых отцов. Когда написано, птицы полетят по тверде небесной. Ты согласился? Ну, написано. Ну, давай назад. Видишь, что тебя выдувает все из тебя сейчас. Снова идем назад. И по тверде небесной. Смотрите. Птицы полетят над землею по тверде небесной. Что тверде называют здесь? Не знаю. Надо смотреть толкование. А? Надо толкование святых отцов смотреть. Да не надо толкование. Птицы на глазах летят. Голуби, воробьи. Что ты дуришь-то? Какое толкование, когда на наших глазах? Вот птицы летят. У меня воробьи по тверде небесной летят. Какая тверде? Полтора метра от земли. Какие святые отцы-то? А почему не написано по воздуху? А в другом месте сейчас увидели по воздуху. Бог в одном месте все не собирает. И говорит, блаженны нищие духом, ищет Царство Небесное. Ни крещения нет, ни церкви, ни верного Христа, ничего. Блаженны нищие духом, и уже Царство Небесное. Почему? А остальное в других местах найди, что написано. Чего ты так в дундук-то уперся? Ты маленько, ты гляди, что написано. Я тут ни при чем. Замри, сожги в печке другие материалы. Ну, гляди, птицы полетят по Тверде Небесной. Повтори. Птицы полетят по Тверде Небесной. Вот. Дальше мы говорим, что означает. Назвал Бог Твердь перед лесом, Тверди поднялась вверх, проще осталась внизу. Ну, что тут непонятно-то так. И дальше на воздух, бить воздух по обычаям мира. И дальше на облаках встретения Господу на воздухе. Никакой Тверди нету. Являлись дальше. Жидким воздухом называется. И теперь птицы, пролетающие по воздуху. Чего тебе, не по мозгам это? А надо толкование. Да чем толкование? Вот он, воробей. Птицы, пролетающие по воздуху. А там по Тверде. От одной тоже. Вместо воздуха Тверде. Я тебе говорил еще в первый день. А ты на своем стоишь. А святые отцы? Да ты не понимаешь Евангелие. Святые отцы говорят, мы не противоречим. А они могли сказать, откуда уголь? Каменный уголь. Они его не знали. А он есть. И когда берут уголь, он буквально отпечатан на дерево идет. Вот как рисунки, которые мороз на стекле делает. Что такое уголь? Окаменевшие деревья. А они знали про это? Нет, конечно. А они находили там динозавры, это ящеры разные, скелеты? Нет, они не знали про это. А что до них было? Они не знали. Это не открыто. Серафим Сороцкий говорит. Когда я говорил, говорит, не в духе святом, я ошибался. И они разнились с собой, как будто мы друг друга никогда не видали. И тот святой, и другой. Перетолковать нельзя. Птицы, пролетающие по воздуху. Смотри. Воздух, это твердь. Твердь. Вот показывает, садятся самолеты в Сирии, а сзади у него 4 парашюта. Зачем? Сзади он выбрасывает 4 парашюта летят. Для торможения. А что тормозит, если ничего нет? Значит, воздух, это твердь. Он упирается в них, воздух. И огромную махину на огромной скорости садится 380 километров. И он тормозит. Давай твердь договоримся. Тут тебя дьявол поймал просто голыми руками. И ты, найдя вот свою ошибку здесь, пересмотри все остальное. Если в этом... Я православный. Птицы полетят по тверде небесной. Тверди-то никакой, нету воздуха. Святые соборы приняли, что кроме святых отцов ничего не толковать. Я принимаю святых отцов. Тут вообще не надо. Мне надо показать святых отцов. А так я не знаю. Ты птицы не видел, как летают? Там ученые, Менделеев, там что-то это. Ну, завтра я тебе покажу, поймаю. Не в святом духе, я считаю, что они были, эти ученые. Ну, птицы полетят, глянь сюда. Ну, какие святые отцов? Птицы по воздуху. Ну, какое тут толкование? По воздуху. По воздуху. Толкование нужно? Не нужно здесь. Не нужно. По воздуху они летят. Птицы летят по тверде. Глядей, считай, по воздуху. По воздуху. По воздуху правильно Почему мы говорим Что твердый Птицы, воробьи, голуби Все летят по воздуху Не по земле они летают По воздуху я согласен Теперь смотри дальше Это повеление Божье И дальше И птицы полетят по тверде небесной Другие птицы За 300 км поднимутся полетят Получается что И твердь и воздух одно и то же Одно и то же, слава тебе Господи Поблагодарим Бога Чтоб Сатана тебя хоть на сантиметр выпустил Из клещей своих Ты увяз там Тебе надо сейчас молиться Благословен Господь Великая тебе благодарность За слово твое, за святую Библию Через которое ты открываешь глаза людям И князь Господствующий в воздухе Он как рыкающий лев Ходит по земле Ища поглотить душу Помоги брату Избавиться от него Сжалься над этой душою Просвети его разум И чтобы мы единомысленно славили тебя Во все дни нашей жизни Тебе слава за все Отец, Сын и Святой Дух Аминь Так, садись Мы сразу договорились Никого не берем Только считаем Слово Божие Мы договорились Теперь ты твердь Уже не упоминай Что ракета ударилась У нее больше Нет, она ударилась Теперь-то что Когда с твердью Мы увидели, что воздух Во что она могла удариться Когда там разрежено пространство Ну разрежено Разрежено Дальше-то дышать нечем А она ударилась Ну ты что, совсем уже дуришь мне мозги Когда написано По тверде небесной Вот твердь Птицы летят А что твердь, мы не знаем А дальше смотрим Господь говорит По воздуху Написано по воздуху Надо тогда Ну а дальше воздуха уже совсем нет Тогда где-то корень надо искать Корень всего этого Надо искать в еврейте Это надо знать еврей Ну давай Греческий надо Латинский, арабский Неплохо бы знать латинский И вот тогда бы узнали Где воробей летит Как он Что летит по воздуху Возможно Я допускаю Что здесь возможно То есть вон как тебя законопатил Тут не надо толковать Называется твердь Почему толковать? По тверде По воздуху Мне святых отцов показывать Я полностью их принимаю А давайте теперь еврейский язык И там будет написано Что птицы летают под землей Или летают выше 300 километров Не, ну это уже Еще, Роман Это уже утреную Да бог с тобой Игнатий, тихо Зачем Это просто Я просил вас Не приводить все Так, смотри Полетят по тверде небесной Над землей Прям над землей Здесь мы смотрим По тверде небесной Смотри, что означает твердь Пролетающая по воздуху Ну вот мы используем слово Твердый Вот, вот твердый Ну полетите Пролетите через стол Значит воздух Это что? Это тоже воздух или что? Мы сейчас договорились Что парашюты раскрываются За то, что жидкий воздух написан И парашюты упираются в него И настолько твердые Что он большой Но это ученые Или кто это сказал? Бог назвал твердь Которая посреди Но есть толкование Святых отцов Про то, что вы говорите Когда толкование не требуется Никто не толкует это Это открытым текстом написано Ну открытым текстом Видите Подошел, раб и ударил по щеке Христа Давай толкование Ну вот так размахнулся и ударил Как ударил? Ударил по какой щеке? По левой Не по правой Я верю святым отцам Я их очень почитаю и люблю Понимаете? Так, я тебе говорю Я их молюсь От Иоанна говорю Никаких толкователей не берем уже Тебе до них еще долго идти Что насчет бытия Вот здесь я нашел Бытие, то понятно Можно еще там поискать Поискать Только чтобы не согласиться с написанным То есть ты уже раб дьявола Не раб Божий Это вы сказали Я сказал тебе Вы сказали Давайте что-то толковать От своих слов судишься От своих слов оправдайся Заметь То, что вы говорите Может быть применено против вас Подтверждение мыслям своим Ни святых отцов тебе нету Никого И ты сейчас начинаешь Что? Я выложил мысль Привожу святых отцов Мы прочитали Одинаково понимаем Но тверди там твердые Нету И воды там океанов нету Там безвоздушное пространство На 300 километров Ты что в самом деле-то? Птицы полетят по воздуху Ну ты с этим Ну шагнули Мы помолились Он тебя не пропускает Даже молитву Он меня пропустил Птицы полетят По тверди небеса Он меня пропустил Принять истинное крещение Сейчас давай Подожди Он пропустил А как вы пропустил? Мы не знаем Когда ты заразился этим Как когда? Я сюда приехал Три года уже назад Я это знал Ты на исповеди был Ты говорил про это Что у тебя такое? Что такое? Ну вот это Что у тебя там твердь и прочее Ты батюшке говорил об этом? А почему я должен говорить это? Ну вот это и оно Так это правда Это ложь дьяволства Если правда может меня убить Это ложь дьяволства Ты должен был покаяться Я буду стоять на правде до смерти Я люблю правду просто Вот смотри Господь Бог правды Понимаете? Он сотворил землю на столпах И столпы ее не поколеблятся Пока он рукой своей не поколебнет Он тот кто восседает над кругом земли Он тот кто сотворил солнце и луну О как величество они шествуют Вот тот кто сотворил тверд И через окна небесные посылает нам гостя Мы не об этом сейчас Я тебе хочу сказать Человек принял крещение у отца Старая кратным полным погружением Все И приехал сюда И у сестры остановился у Вали Валентина Афанасьевна Шитиковой И она стала с ним беседовать Как ты был? Он на корабле работал Нормальный совершенно человек А что на корабле? Тут доказывать не надо Что за жизнь? У вас может быть там женщины были? Да А ты крещение принимал? Ты на Исподи сказал? Нет И он мгновенно начал бесноваться Пришлось вызывать команду Приехали Как он крещал Я сразу узнал Я еще в раю тебя видел То есть сатана вышел Первый рост У тебя он пока затаился Ты вот мы считаем Смотри Летят по тверде небесной Знаете, Игорь Ильич Сейчас, минутку Повторим Над землей Вы на себя это все говорите Посмотри На себя А свои слова будете осуждены Посмотри Все на себя вы говорите Перед Господом Богом Я вам это заявляю Перед Господом Богом моим Вы не знаете, что вы говорите Летят над землею По тверде небесной Заметь Ты согласился Мы закончили уже По тверде небесной Это спор, я не буду спорить Я возвестил истину и все Ты смотри Истину возвестил Господь сотворил землю На столпах И она не поколеблется Посмотри, пожалуйста Никогда она не крутилась Посмотри, пожалуйста Никогда она не была глобусом Никогда Я молился полтора месяца Да будет воля твоя Если вот это всплыло Я к вам не пришел с этой темы Я никому не навязывался Мы сейчас забудем обо всем Давай с этим Только один пункт берем Я вам сказал Это надо залазить еврит Я здесь не специалист Это надо святых отцов подключать Я верю святым отцам Во-первых, еврит Это с еврейского языка переведено Самые лучшие знатоки переводили Александр Ну есть споры Вы знаете, что есть споры? Послушай Вы же сам прекрасно знаете Ну не перебивай Ты с Александром в мире не встречался Это самый большой энциклопедист был Еврей И когда я сказал Вы могли бы переводить так Как Хвольсон Давид Аврамович Или Павский Герасим Петрович Он вот так от меня отшатнулся Да вы что, нет Еврей С ординалами работает И он понимал, что знаний его недостаточно Четыре духовные академии А давайте искать еврит Переведено Лучшего перевода не сделать Он тебя сейчас подбивает И перевод Я не переводчик Игнатий Тихонович Я не переводчик Тебе не надо быть И я не переводчик Я принимаю то, что сказали святыецы Я смиренно принимаю Я православный человек Голову поверни сюда Я принимаю соборы святые Игнатий Тихонович Понимаете? Я православный человек Еще раз говорю Вот этот перевод переведен в серийство Мы уже читали три раза Я уже поворачивался на голову Ты даже не слышишь Просчитай, что написано Над землей По тверде небесной Ты веришь, что Полетят птицы над землей По тверде небесной? А мы не знаем Бестолкование Что такое? Мне не верится Что тверде это воздух Тебе не надо верить Воздух есть воздух А тверде есть тверде Я вот так верю Скажи, ты веришь, что птицы полетят по тверде? По воздуху Вот по тверде Вот по воздуху верю А по тверде не веришь? Но это не понимаю Как это? Да тебе понимать не надо Надо принять это Что? Воздух называется твердею Но так как ты это не принимаешь Тебе надо сейчас что-то искать Почему искать? Ну можно Святых отцов надо Я только опираюсь Я ничего не толкую вообще Никогда я не толковал Как толковать-то? Никогда не толковал я ничего Это по воздуху летят А что ты? И нигде вы Ромашка Ты Бог с собой Нигде это не видно Так я тебе сказал Больше об этом говорить не буду Тебе это не надо Он тебя уже от священного писания намертво А святые отцы А святые отцы этого не объясняют даже Мы с вами об этом говорили Они объяснили тверде Какая она? Еще вот твердость Какая? Нет А на какой высоте тверде? Нет То есть дальше ты уже сам домысляешь Ракету ударилась там потолок На 300 километров Упала где-то Во-первых, никто этому тебе подтверждение не даст Она не могла упасть У нее заряда только настолько было Вот пули стреляют И все они падают на воду Видно как обратно возвращаются Почему? Ну одна понимается В какой смысле там Калибр А другая Выше летит Но обязательно она упадет Я вас просил Оставьте этот вопрос Это спасение ничего не имеет Это второстепенный вопрос Это ложь Она имеет отношения Святые отцы говорят В главном единство Во второстепенном свобода Ну не забирайте у меня свободу Ну ты понимаешь что? Я никому Ну вы видели Я вас спрашивал у братьев Ну вы видели во мне злость какую-то Может я кого-то там обидел Ну вы не видели этого Ну почему вы Вы подозреваете Что во мне бес сидит А только сатана может говорить Напротив слова Божьего Так это вы против себя говорите Дорогой мой Игнатий Тихонович Я тебе говорю На себя говорить Это вы будете отвечать за эти слова Понимаешь? Понимаешь? Я буду сейчас молчать Я просил не спорить И ты будешь одно и то же проворачивать У тебя знаний-то нету Нету я знаний Поэтому я опираюсь на святых отцов Ну ты взял Я сказал Я согласился Согласился Можешь больше не считать Они это не объясняют Они не объясняют Что такое тверь На какой высоте И что как полетят птицы по тверде Они ничего никто не объясняют Я верю святым отцам А никто не объяснял Если они не объясняют Значит нам не надо объяснять И все Тогда самим надо объяснять Да вот самим теперь мы и объясняем Вот получается А три сатану Который в воздухе господствует Ты внимательно посмотри Как он мог тебя заблокировать так А ты твер А ты сам такой же Ну разве это ответ Да не такой же Я лжи не верю А ты веришь Понимаешь? Весь мир во лжи Полетит По тверде небес Гляди И ты надо найти Ты это не знал А премудрость Пролетающий по воздуху Четыре года назад Я смотрел оно видео И там такие слова были Да Для того чтобы изучить Библию Жизни человеческой не хватит Человеческой жизни для этого не хватит Всю Библию Это очень большая глубина Поэтому Нам Господь конечно Дал самое главное И для спасения мне достаточно Я не пруз Ни у какие-то учителя Ни у какие-то толкователи Это у меня вообще нет Мне дай Господь сохранить То что у меня есть Я Господь меня сюда Привел в это место Назначил мне это место Я ему благодарен Я благодарен ему за вас Я благодарен что я с братьями Все А зачем Ну зачем вы мне навязываете то В чем я твердо уверен Я не навязываю Это вы навязываете Я никому не навязываю Вы навязываете понятие ответа Это уже ложь Ложь Именно ложь Что там долетела Ракета ударила себе Ни один человек даже на земле не поверит И вот это Верить в это Что земля плоская А они сколько За 40 лет Только 3000 человек Которые поддержали их И тут написано Кто это сделал В каком году Правда всегда Ты считал про это? Мир трудно правду принимать Ты считал про это? Кто это придумал Вот это? Мир всегда не выносит правды Мир не выносит правды Понимаете? Мир не выносит Я думал Я не уже в ней Давай тогда посмотрим Да Как вы знали Что земля шар? Считай Да не хочу я читать Простите Говоря происхождение Я уже читал Начитался Все переходит в спор Я не хочу Мы упомянули О шарообразности земли Вы на меня обижились? Нет Сохрани Бог Я на вас тоже Мы перед Богом И на тебя тихо Что земля шар Все конечно слышали Но далеко не все Смогут ответить на вопрос А как это можно доказать? Первое Если действительно Земля круглая То как люди живут на ней Со всех сторон И никуда с нее не падают? Ответим сначала на вопрос Почему люди не падают с земли? Это все в школу еще я прошел Земля очень велика Ее поперечник Немногим меньше 13 тысяч километров Она с большой силой Притягивает к себе Как магний железо Все предметы Находящиеся Как на ее поверхности Так и над ней Ложь Железо бы не оторвал от земли Если бы она так притягивала Все мы у тебя Понимаешь Послушай Но железо меня оторвал Как магнит Все мы хорошо знаем То что тут перебиваешь Не слушаешь Это говорит блокировка Дьявола Все мы хорошо знаем Как опасно Упасть с крыши дома Или с высокого дерева Земля притягивает нас К себе С такой большой силой Что падая на нее Даже с небольшой высоты Можно расшибиться Если ты не признаешь Тяготение А почему тогда Ты кверху не летишь А почему я железо Легко от земли отрываю Да потому что Сила у тебя есть Так вот даже магнит Зачем же магнит Будет Допустим даже Ну скажем Килограммовая железка К большому магниту Тебе ее не оторвать Не оторвать Но если это большой магнит Тогда машину притянет Машина не будет Да Машина Трактора Поднимает Поднимает И грузит Магнитом Я видел сам это Огромная Вот эта наваленная Где-то Битая машина И вот такие Вот там эти магниты И она опускает Подцепил Опять выключил А не падает в кузов Вагоны Пульманы грузят Это как-то У тебя знание Очень ограниченное Дальше Бросьте кверху камень Он все равно Упадет вниз Даже пуля Выпущенная Из ружья С огромной скоростью Снизу и вверх Обязательно Упадет на земную поверхность Почему У тебя не найдено Вопрос-ответа Это нет Хотя и удалится Сначала от нее На большое расстояние А чтобы пуля Или какой-либо другой предмет Действительно Могла улететь Прочь с земли Нужно заставить ее Двигаться С огромной скоростью Пролететь в одну минуту Около 700 километров Вот оказывается А которые там Запускали ракету У нее скорости Такой и не было Первоначально даже Иначе притяжение Земли Все равно заставит Пуле снова Упасть на земную поверхность Вот почему Люди могут жить На шарообразной земле Со всех ее сторон И никуда с земли Не падать Попробуем теперь доказать Что земля Действительно представляет С собой шар Это можно доказать Различными способами Одно из первых явлений Подмещенных людьми В древности И заставивших их Заподозрить Что земля шарообразна Состоит в следующем Если плыть по морю Дальше Теперь видит уже полностью Видите наклонена Наклонена Да Вот есть в интернете Видео Где Ну подзорную трубу Смотрят Там Она очень сильно приближает На 190 километров Но дома стоят ровно Нет Ровно еще не можно стоять Ровно стоят Ты не выдумывай Они ровно стоят Они не могут Если на таком расстоянии Они бы по-любому были На море ничего не видно До 190 километров Нету этого Ну сейчас уже есть такие приборы Да нету этого Еще раз говорить Я на море плавал Корабль отходит Всего-то рекордан Сколько там Ну 30 километров Уже все скрылся Зачем ты притешь Ты что попало Ты уж вообще сбился Ну давайте посмотрим Ну перестань Я на море плавал Штиль Ну так я тоже плавал У нас корабль Крузенштейнер был Все мачты стоят И уходит И одни только мачты остаются Куда корабль делся Ну вот Смотри Он из видимости уходит Перестань Бредишь ты как бабка старая Вот оно где Видит издалека Постому Бог гордо мешает ему Он видит только макушку Геннадий Тихонович Дальше Не надо Ты слушай Ну вот ты слушай Ты слушай и молчи Я тебе вот считаю Я ваш брат Или нет Ты брат Заблудившийся Да Допустим заблудившийся Но вы можете меня выслушать Уже выслушать Даже в суде Даже в суде Сейчас засчитаем статью до конца В суде даже дают Последние слова Статью засчитаем до конца Не мухлюй Ну почему Если человек стоит на поверхности земли В месте А И смотрит на высокую постройку Находящийся в месте Б То из-за выпуклости земли Он видит только самую верхнюю часть постройки Вот оно показывает Вот А И Б Вот она Б это башня Б Он видит постройку почти до самого ее основания Когда до пункта Б дойдет Ничего подобного не случилось бы на плоской земле На любом расстоянии Мы увидели бы всю постройку от вершины до основания Земля кажется нам плоской Только потому что она очень велика А отчасти потому что мы редко плаваем по морю Ну ты не моряк Ты не видел Зачем ты споришь об этом Ты разбираешься в машинах Я там вообще не скажу ничего И еще реже ходим по совершенно ровной местности Электромеханикам 8 лет Где нам не мешали бы холмы Деревья Ближние здания Которые обычно закрывают нас горизонт Первое Второе Вторым доказательством шарообразности земли Является то что вокруг земли можно объехать Совершить кругосветные путешествия По прямой линии В наше время объехать землю кругом довольно легко В последнее время такие путешествия удалось сделать несколько раз Даже по воздуху на самолетах Но в одном направлении Никуда не сворачивают И возвращают на то же место Но 500 лет назад Когда великий Бори Пратер Христофор Колумб Открывший Америку считая землю шаром Собрался оплыть ее кругом Он был высмеян католическими монахами Самое тупое Бессмысленное Понятно почему горели на кострах они Джордана Бруно там Галилео Понятно что раз можно объехать землю кругом То она должна иметь круглую форму Дальше Третье Явление сумерек О происхождении Которого мы уже говорили Тоже по сути дела Может служить доказательством шарообразности земли Ведь если бы земля была плоской То точно же после захода солнца Наступала бы темнота Сразу без сумерек Куда? Ну за край-то стола Зашло и дальше уже ничего нету Наконец Есть еще одно Правда редко происходящее явление природы Которое уже древние ученые Жившие больше 2000 лет тому назад Правильно считали непровержимыми доказательствами шарообразности земли Это лунное затмение Случается так, что в ясную ночь Когда луна видна в виде полного круга То есть во время полнолуния Левый край луны вдруг начинает темнеть Спустя немного времени Но можно уже ясно различить Что на яркий лунный диск слева Надвигается темное пятно с круглым краем Это пятно постепенно закрывает Все большую и большую часть луны При этом край пятна Все время остается круглым Рисунок третий Тень-то падает Не стол Не квадратный Отчего же темнеет луна? И что представляет собой пятно Закрывающее его поверхность? Невежественные люди Во все времена смотрели со страхом На лунное затмение Они думали, что в природе происходит Какая-то катастрофа В результате которой луна может исчезнуть А может случится что-нибудь еще худшее Правда, их страх скоро проходил Потому что темное пятно Закрывавшее всю поверхность луны Или только ее часть Начинало постепенно уменьшаться И спустя часа три После начала затмения луны Снова сияло на небе Ученые уже давно поняли Что происходит с луной во время затмений Они знали, что луна движется Вокруг земли На расстоянии Которая приблизительно В 30 раз больше поперечника земли В 30 раз Не рядом Не 7 тысяч километров Не 7 километров, как ты считаешь И вот время от времени Луна попадает в земную тень Которая земля отбрасывает в сторону Противоположную солнцу Ну не перебирай, остановись Прислушайся Одно и то же на 10 раз перебираешь Это признак нездорового Внутри состояния Вот что угодно буду делать Но слушать не будет Ты не знаешь признаки беснования У тебя явно выражены признаки эти Остановись Я тебе желаю только добра И дальше Вот она Луна так видим Видим Почему она не прямая Ну лучшее доказательство Что эта земля Отобразилась на ней Затмение луны На лунном диске Виден край земной тени Сама луна невелика Ее поперечник Почти в 4 раза меньше земного Поэтому луна может полностью Погрузиться в темную тень Вот тогда и происходит Так называемое Полное лунное затмение Иногда же луна Только задевает Край земной тени В этом случае Она полностью не темнеет И лунное затмение Называется частным Однако Во всех случаях В то время Когда луна входит в земную тень Закрой, опусти ее Не трожь пока И выходит из нее Можно по форме земной тени Судить о форме самой земли Еще судить о форме земли А почему? Так она отображается Тут уж никак нельзя Ее тень И вот Как уже указывалось Край темного пятна То есть край земной тени Всегда оказывается круглым А это значит Что земля должна Обязательно иметь форму шара Потому что только шар Может отбрасывать тень Края которой Всегда круглые Люди-то думают Что это открыли космонавты Написано За 300-400 лет До новой эры Это уже знали Они высчитывали Вперед На 10-15 лет Когда затмение будет То есть Как идет земля Орбиту И высчитывали километры Километры Совсем небольшое Меньше процента ошибка была И очень даже просто И тут дается объяснение Как это узнавали Как нередко происходит Лунное затмение Но в среднем В одном и том же месте земли Их можно видеть почти ежедневно Кто доказал Что земля круглая? Кто открыл Что земля круглая? Ответ Форма земли Нашего дома Волновалась человечество Довольно давно Сегодня каждый школьник Не сомневается в том Что планета шарообразная А ведь к этому знанию Шли долго Шли сквозь церковные Анафемы Я тебе говорил Кто признает Круглой землю Их предавали анафеме И судились Сжигали А те Которые признавали Что земля шар Других они никогда не судили Они видели Что это недоумки Больные люди И поэтому Их лечить надо А не наказывать И дальше Суды инквизиции Сегодня людям интересно Кто доказал Что земля круглая? Ведь уроки истории Географии Нравились не каждому Попробуем Найти ответ На этот Занимательный вопрос Небольшой экскурс В историю Многие научные работы Утверждают На смысле Что до знаменитого Открытия Америки Христофором Колумбом Человечество считало Что живет На плоской земле Однако Данная гипотеза Не выдерживает критики По двум причинам Первое Великий мореплаватель Открыл новый континент И не приплыл в Азию Если бы он бросил Яколь у берегов Настоящей Индии То его можно было бы Назвать человеком Который доказал Шарообразность планеты Открытие нового света Не является подтверждением Круглой формы земли Задолго До эпохального путешествия Колумба Существовали люди Которые сомневались В том Что планета плоская И приводили свои аргументы Как доказательства То есть Эти разговоры были Вполне вероятно Что мореплаватель Был знаком С трудами Некоторых Античных Авторов И знание Древних мудрецов Не было утрачено Круглая ли земля И дальше поясняет Это можно прослушать Тут немножко Разные народы Имели свои представления О строении мира И космоса Перед тем Как ответить на вопрос Что кто доказал Что земля круглая Следует ознакомиться С другими версиями Наиболее ранние Теории Миростроения Утверждали Что земля плоская Так она видела с людям Движение небесных светил Солнца Луны Звезд Они объясняли тем Что именно их Планета была Центром космоса Во вселенной Но космос вселенной Признавали Тверди никто не признавал Самые Самые отсталые Они говорят о святых отцах Что там потолок И упадет Это никто никогда не понимал Разреженное пространство И там вообще ничего нету Потому что ты хватил Через все Преграды Даже самые дикие народы Так не понимали Тут уж на смешку Такую дьявол сотворил Что дальше некуда В древнем Египте Землю Представляли диском Лежащий на четырех слонах Они в свою очередь Стояли на гигантской черепахе Плавающей в море Пока еще не родился тот Кто открыл Что земля круглая Но теория Мудрецов Параона Могла объяснить причины От землетрясений Наводнений Восход и закат солнца Северные народы говорят так Дракон проглотил солнце Каждый день глотает ее И темнота наступила Греки Греки также имели Свои представления о мире Земной диск В их понимании Был накрыт небесными сферами Которым были привязаны Невидимые Неменитими звезды Привязаны Луну и солнце Они считали богами Селеной и Гелиосом В свежих книгах Панекскока и Дреера Собраны труды Древних греческих мудрецов Которые противоречили Общепринятым тогда взглядам Эра Тосфен и Аристотель Были теми Кто открыл Что Земля круглая Так это еще Златоуст на них ссылается Намного раньше Арабские учения Также славились Точными познаниями астрономии Это за много-много лет До Рождества Христова Созданные ими Таблицы движения звезд Настолько точны Что даже вызывали Сомнения в подлинности Арабы своими наблюдениями Подтолкнули общество Изменить представление О строении мира и Вселенной Задолго до Рождества Христова А ты в 21 веке Эту галиматю несешь Почему? Ложь А ложь идет от дьявола Вот почему опасно Твое состояние Ложь Какая бы ни была ложь Он ее подсунул и все А не поверил Он другую берет Эта ложь на этом не остановится Ты сразу А давайте переводить На еврейском языке Так с еврейского переведено уже Кого искать-то? Лучших переводчиков Земля не знала За всю историю И ты даже эти слова выкинул А ты что? Затянуть время Чтобы пожить по волжи Ты сейчас должен сказать Ложь Воздух и тверь Одно и то же По крайней мере Вот это ты должен признать А потом уже остальное Не могу я это сказать Ну значит На моей стороне правды Как я могу сказать ложь Если на моей стороне правды? Ну понятно И Господь меня твердо в этом держит Он дьявол На Христа говорит Силой Вильзиула Это ваши слова Вы говорите Это не мои Вы говорите Это не мои Это люди Одержимые демоном Говорили на Христа Изгонять силой Князя Бесовского Вильзиула А почему? Так они под этим духом были Интересно Зачем руководствовались ученые Отрицая наблюдения Окружающих их людей То Кто доказал Что земля круглая Обратил внимание на то Что если бы она была плоской То светило Светили Светило Были бы видны На небосклоне Одновременно для всех А на практике Все знали Что многие звезды Которые видны В долине Нила Над офинами Разведеть невозможно И в Австралии Совершенно другие звезды И они наши звезды Никогда не видят Так это звезды В Австралии Там совершенно другие звезды Почему? Так она круглая С другой стороны земли Тут доказывать нечего Солнышний день В греческой столице Длиннее чем Например в Александрии Связано это с кривизной В направлении Север Юг И восток Запад Ученый Доказавшись Земля круглая Заметил Что предмет Удаляясь При движении Оставляет видимой Только верхнюю часть И дальше поясняет Современные доказательства Шаровидности Наука и церковь Как относилась Жгли и ретипов Смотри В то время Уничтожались рукописи Целые библиотеки Разрушались храмы Статуи Предметы искусства Святые отцы считали Что людям не нужна наука Лишь Иисус Христос Исток величайшей мудрости В святых книгах Достаточно информации Для жизни Геоцентрическая теория Строения мира Также считалась церковью Неверной и опасной А теперь папа принес Извинения за все это И все это приняли Все Сыграло наконец Ну дальше-то уже Ити некуда было Сооружение покоило Царство небесное Теперь смотри Кто это придумал Что земля плоская Так Земля шар Тверть небесная А вы мне дадите хоть? Да Я тебе могу скинуть Чтобы я показал Видео Да-да Смотри Как узнали Что земля круглая Они не отображаются Здесь Вот она Вот теперь Начали отображаться Смотри Вот эта земля Вот она круглая А вот слоны Это слоны враг Сразу подсунул слоны Потому что все понимали Что земля стоит И она круг Поэтому сатана Сразу слоны в черепахе Подсунул А потом уже закрутил глобус Как плоская истертая монета На трех китах Покоилась планета И жли ученых умников В кострах Тех что твердили Дело не в китах Олив Выйдя на улицу Оглядевшись вокруг Любой может убедиться Земля плоская Есть конечно возвышенности Падины Горы и овраги Но в целом ясно видно Плоская По краям покатывается Древние С этим давно разобрались Они видели Как караван Скрывается за горизонтом Поднимаясь на гору Наблюдатели замечали Что горизонт расширяется Отсюда следовал Неизбежный вывод Поверхность земли Представляет собой Полусферу Фалис Шестой Пятый век До новой эры Земля плавает Как кусок дерева В бескрайнем океане Когда же эти Представления изменились В 19 веке Утвердился Ложный тезис Тиражирующийся До сих пор Что люди считали Землю плоской До великих Географических Открытий Ну дальше я не буду говорить Вот оно Показывает Как Я скопировал оттуда Долгое время Древние ученые Считали землю плоской Лежащей на трех китах Или трех слонах И прикрытой Куполом неба Купол ты тоже признаешь Упирается где-то там Как хатер Куполом неба 6331 километров С ошибкой Не более 1% Значит все Это масон был Их никто не знал Масонов еще Их даже не было Ни одного Дальше Около 250 года До нашей эры Греческий ученый Эротраспент Впервые Довольно точно Измерил земной шар Жил в Египте В городе Александрия Он догадался Сравнить высоту Солнца Или угловое расстояние От точки над головой Зенита Которое так и называется Зенитное расстояние В один и тот же момент Времени В двух городах Александрии На севере Египта И в Сиене Ныне Асуан На юге Египта Эротраспену было известно Что в день летнего солнцестояния 22 июня Солнце в полдень Освещает дно Глубоких колодцев Значит Следовательно В это время Солнце находится в зените Но в Александрии В этот момент Солнце не бывает в зените А отстоит от него На 7,2% Вот он где Сохранилась Какая монета Такой результат Эротраспен получил Извиняя зенитное расстояние Солнце С помощью своего Не сложного Угломерного инструмента Скафиса Это просто Виртуальный шест Гномон Укрепленный На дне чаши Полусперры Скафис устанавливает так Чтобы гномон Принимал Строго вертикальное положение И далее И дальше он высчитал Так вот В полдень 22 июня Сиентин Гномон тень не отбрасывает Солнце в зените Его зенитное расстояние Ормону нулю А в Александрине Тень от гнома 7,2% По шкале И далее Он легко высчит Все направил Где они сойдутся Высчитал расстояние До солнца Это ученый Ученый Который Землю не заражал Нефть не проливал Ученые это все Это все для ГОИ Игнатий Тихонович Это все для ГОИ Врагой мой ГОИ не должны знать правды В это время не было Никаких ГОИ Не было В это время Но наука Вот это все изучает в школе Это я изучал все Я говорю Он первый Первый Какие ГОИ-то Первый ученый человек Даже такой степени Быть запудренным Даже не встречающим Состав поставил 360 градусов Состояние 5000 стадий Со всей окружностью Земного шара И далее Вот смотрите Данные какие И он определил Представь себе Это так и есть И теперь Нынче вот это Стали И оказалось точно так же Замечательно Что удалось Очень точно измерить Землю Ведь и сегодня Считают Что средний радиус Земли 6371 Диаметр В два раза больше Теперь смотри Еще за 100 лет До него Аристотель До новой эры За 384 год Привел Три классических Доказательства Шарообразности Земли Это напрасно Ты как попка Попуга И заучил Это масон Это гои Аристотель Один из Девичайших мудрецов У которого Святые отцы учились Во-первых При лунных затмениях Край луны Отбрасываем Землю на лун Всегда является Дугой окружности Такую тень Во-вторых Корабли удаляются Тоже говорит В-третьих Некоторые звезды Можно увидеть Только на определенной Части Земле А для других Наблюдателей Они не видны Но и Аристотель Не был Переоткрывателем Шарообразности Земли А только лишь Привел Неопровержимые Доказательства Факта О котором Было известно Еще Пифагору Самоскому Около 560 года До новой эры Ты понимаешь Что Вот это ты не знаешь Но теперь Это ученые Открыли А я буду стоять На своем У тебя данных Никаких нет Они показывают Какой расчет Какой угол Ну нельзя же так Под свою тупость Глупость Не развитость Подталкивает всех Я тоже не знаю Но я вижу Что это все Сходится Теперь смотри В трудные времена Церковь всегда Согревала И поддерживала Меня Жардан Бруно Где? На костре А как же церковь? Было решение Об осуждении Ересентрической системы Что шарообразные Звезды Утвержденные В 1616 году Папой Павлом V А вот Последования Сторонника Шарообразности Земли В христианской Церкви Не было О том Что раньше Церковь Представляла Землю Стоящую на китах Или слонах Придумали В 19 веке Кстати Вот тут Можно почитать За что Действительно Сожгли Жардана Бруно И все таки Церковь Отметилась В вопросе О форме земли Из 265 человек 265 Которые 20 сентября 1519 года Отправились В кругосветное путешествие Под водительством Магеллана Только 18 матросов 6 сентября Вернулись На последнем Из кораблей Больные Истощенные Вместо почестей Команде досталось Публичное покаяние За один потерянный день Ну день-то теряется Когда плывут В результате Движения По часовым Поясам Вокруг земли Так католическая церковь Наказала Героическую команду За ошибку В праздновании Сорковных дат А этот парадокс Стоит Стоит Наверное Еще отметить Один момент Дело в том Что фигура земли Отличается от шара Она С полюсов Сжатая более Почему? Потому что Вращение в этом направлении Идет И ее сжимает Вот они Теперь показывают Отличаются от шара В 13 веке Какие астрономические Года Какие люди Притом В разных государствах И все гои И притом Одинаково все открыли Научным путем Одни в Греции Другие в Англии Третьи У индейцев И все одинаково Так они не встречались Солнце-то одно Земля одна Дальше Градус меридиана Оказался в экваторе Длиннее Чем в высоких широтах Насколько? 111,9 И 110,6 Доля километра Так может быть Лишь в том Случается Земля сжата У полюсов Измерили И дальше Полезно Значит Великий Исаак Ньютон Предвоситил Результаты экспедиции Он сделал Правильный вывод О том что Земля сжата Потому что наша планета Вращается вокруг оси Вообще Чем быстрее Вращается планета Тем больше Должно быть ее сжатия Поэтому например Сжатие Юпитера Больше чем Земли Юпитер успевает Сделать оборот Вокруг оси По отношению к звездам За 9,50 А Земля Только за 23,56 Ну ничего же Не знаешь это Откуда в тебе Наглость-то такая Я не ученый Я беру Оттуда Истинная фигура Земли Разумное Опровержение Разумное Теперь поясняет Теперь Кто первый Это придумал Современные Астрологи Стараются Не обращать На это Внимание Вот тут Картинка Такая Откуда Развелось Это дурацкое Представление О плоской Земле На трех Слонах Так Например Фалис считал Что Земля Плавает в воде Как кусок Дерева Дальше В виде цилиндра При этом указал Что его диаметр Ровно Отстроив Больше высоты На верхнем торце Которого Живут люди Он считал Что Солнце И Луна Такие же Плоские Как и Земля Но поправил Другого Который был Дальше До настоящего Времени Демокрит Защиту плоской Земли Приводил Следующий Деот Если бы Земля Была шаром То Солнце Заходя и восходя Пересекалось бы Горизонт По дуге окружности А не по прямой линии Как на самом деле То есть совершенно Ничего не доказывает Теперь дальше Называется Христианская топография В виде плоского Прямоугольника Накрытого Выпуклой Крышей неба Это согласился Ларис Сундук Эта книга Была сразу же Раскритикована Современниками его Василий Великий Неодобрительно Относился К подобным спорам Считая сам их предмет Не относящимся К вопросам веры Зачем спорить Не надо спорить Зачем ты начал спорить Кто начал Все понимают так А ты один споришь Не я спорю Споришь то ты Я зачем буду спорить Когда она такая и есть Когда она круглая Это весь мир знает Ты сейчас вот увидишь Сколько таких придурков Там найдется В пятой главе Ивана Откровения Афанасия пишет Что Почему землетрясение Что кит Побудет хвостом То бывает Землетрясение И дальше Иные Как говорят Вот так Косьма этот Дальше Показает Общество плоской земли Дошли до твоих Родственников Ну и чтобы под конец Повеселить Утомленного читателя Ухожу на такой Уже не курьез А полный маразм Маразм полный Как существование В наше просвещенное время Общество плоской земли Впрочем Общество плоской земли Существовало С 1956 Ты родился в каком В 1977 Вот Ты родился Уже это общество было Которое Стало Вбрасывать Все плоской земле Посмотрите Есть ли в народе Эти придурки Есть Но это очень редкое явление Это очень редко Чтобы женщина Рождала семерых Смотри Значит Насчитывается Своих Лучшие времена До 3000 членов Больше не было Фотографии земли Из космоса Они считали Подделками Проще факты Заговором властей Ученых Масонов Абсолютно Это общество Ты в этом обществе находишься Я бы вступил Я не знаю Как связаться У истоков общества Вот Общество плоской земли Да Это здравомыслящие люди Стоял Да Изобретатель Сэмюэл Роубетен Который В 19 веке Доказывал Плоскую форму земли Его последователи Основатели Основали Вселенское Зететическое Общество Сышая идеи Роубетема Были восприняты Джоном Александром Доуи Основавшим В 1895 году Христианскую Католическую Апостольскую церковь В 1906 году Главой церкви Стал заместитель Доуи Уилбурглен Валиева Который Отставил Пропагандировал Плоскую форму земли Ну там Человек 200-300 Больше 3000 Никогда не было Во всем мире Международное Общество Плоской земли Вот теперь О нем Говорится На посту Президента общества 1971 года Его сменил Чарльз Джонсон За три десятилетия Президентство Джонсона Число сторонников Общества Значительно увеличилось От нескольких членов До приблизительно 3000 Человек Из разных стран Общество Распространяло Информационные Бюллетени Листовки Того подобного Президент Даже был В которой Оставилась модель Плоской земли 3000 Ты можешь Связаться С ними В лице Своих Руководителей Общество Утверждало Что высадка Человека На Луну Была Мистификацией Снятой В Голливуде По сценарию Артура Кларка Либо Стэнли Кубрика Есть свидетельства Ты Свидетельства Ты от них Ты получил Режиссер Он записал Это они тебе впрыснули Этот яд в башку Он сам говорит Ты отсюда взял Ты ниоткуда не мог Знать то это Ты наткнулся на них Он рассказывает Как это Мил Арстр Как он запил Как его обманули Чарльз Дроншин Умер в 2001 году И в настоящий момент Дальнейшее существование Международного общества Плоской земли Находится под вопросом По заявлениям Сторонников общества Все правительства Земли Заключили мировой заговор С целью обмануть людей Точно так Все Именно так Вот теперь Я знаю Откуда ты пришел Им истина так Откуда Тебе надо было туда ехать В общество А не потеряй вку Ты маленько ошибся Надо с ними связаться Через компьютер И вступить Когда Самуэль Шентону указали Шентону Показали фотографию Земли с орбиты И спросили Что она их думает Тот ответил Легко заметить Как фотографии Такого сорта Могут одуращить И свинышек То есть полностью сходишься Вот сколько они говорят Все в тебя вошло И что ты говоришь Все эту блевотину Переворачиваешь Пять минут дадите Или нет Вы не даете Вчера я просил Три минуты Пять минут дадите Вот теперь смотри Уход корабля под горизонт Однозначно указал на то Что поверхность моря Не плоская Говори Не, мне надо видео включить Ну теперь понятно откуда Другого ты еще не можешь сказать Твои слова Все здесь Знаете как Футбол Пенальти бьют И судя приходит Говорит Уберите врат Раз в ворот И бах Забили гол То есть Вы даже не даете Мне на воротах постоять Понимаете Ты сказал Ну скажи сейчас Смотри Вот то что в обществе Плоской земли говорят Ты все это говоришь Это проще Заговоры властей Я перед Богом Это полностью принимаю Это правда Ты не сам это принял Нет это правда Я проверил Ты в это общество попал Три года я это проверял Три тысячи Будет три тысячи один Ты им сообщи Да нет Сейчас десятки тысяч Это уже установлен На что ты взял Десятки тысяч Десятки миллионов Десятки миллионов Потому что люди Многие знают Я смотрел Я видел Смотрел Ну ты не фамилии Не знаешь Не был Ну откуда вы знаете Ну вот написали Ну кто написал Может это ложь Три тысячи Ты понимаешь Люди живые Ну кто посчитал это Год рождения Ты-то откуда взял это Ну вот недавно выставили Шесть миллиардов А оказывается Пять лет назад Уже семь миллиардов было Ну Мы не можем верить Мы не можем верить достоверность То есть То что они говорят Это правда Но если писания Летят по воздуху И по твердям Ты в это не веришь Дальше Я святым отцам верю Я не спорю Потому что я не толковать Посмотрели Посмотрели Еще ты не нашел Там никакого Пророжения Обида есть на меня Говори Есть обида или нет На меня Ну я на вас не обижаюсь Может я словом вас обидел Я прошу прощения Простите Говорить нечего Может я обидел вас Ну говори что хотел сказать Говори Время не тратья буду слушать Прощаться потом будешь Говори Ну мне надо видео Тогда включить Показать какое устройство Земли Чтобы понять Чтобы люди поняли Как солнце двигается Как луна двигается Как параллели Вот это все играет Меридианы Вот эти все Надо в YouTube Разрешите Так Вот сюда Так Видишь На храм На батюшку наткнулся Вот тут тебе и надо быть Тут Библия лежит Вот сюда Господь Меня влечит Само открылось Это знамение просто Батюшка стоит Туда и надо было идти А не по этим лазить Вот как раз то Что они впрыснули Это масоны и делают Не успел найти Масоны как раз знают Правду Игнати Тихонович Они-то Скрывают ее Вот чем Земля плоская Что за краем Не знаю Там какая-то сфера Опускается Не знаю Мерзлота там Игнатика Там мерзлота Там низкие очень температуры Вокруг Земли Везде Очень низкие температуры Везде земла Да И по экватору И по экватору Тоже лед Не по экватору не лед Ну а как там Когда опирается сфера Ты говоришь Дальше лед Сейчас Сейчас подожди По экватору тоже должен быть лед Если сфера-то одна Это не сфера Так Открывай Так Пять минут у нас есть Ты пока ищешь Я тебе скажу Модель-то тебе это не нужна Вот Смотрите Вот у вас Вот эти Длинные Длинные Это широта Идет То есть Мой брат Тамаря Он дальше ходит В охоте Он меня спрашивает Параллели Там Эти Меридианы Солнце вращается На плоскость Еще дальше Он сидел и думал Ну неужели найдутся люди верящие в это Он не знал еще будет такой маразм Смотрите А вот сейчас было перед этим То есть Полностью спокойно себе вокруг Этих материков Да почему ты веришь Да почему ты веришь этому Корабль проплывает Вот тут истинное устройство Почему ты это веришь Потому что это право 7 миллиардов не верят в это Это правда 7 миллиардов не верят Это сердце мое приняло А я не могу Сердце мое приняло и вас Я вас люблю А сердце приняло Но готово было ко лжи Вот почему Нет Мое сердце любит правду Понимаете Я тебе объясняю почему Ты имел близкое общение с колдунами Вы ошибаетесь просто С колдунами имел близкое общение Жил неправильно С колдунами И сосуд этот бог избрал Высказь без себя это Что ты в самом деле Самый верующий Вот смотрите Вот у нас Когда солнце отдаляется Вот оно Вот это экватор красный Экватор Солнце отдаляется На каком расстоянии солнца На каком от земли От земли Ну там приводят Я не знаю 6 тысяч говорят 7 тысяч километров Солнца от земли Вот Вот это когда у нас зима Сейчас У нас сейчас зима Да Ну да Солнце ушло Вот куда Подальше от северного полюса Поэтому у нас холодно Потом оно приближается Вот идет по экватору У нас теплее Весна Весна Потом оно пришло Вот у нас лето Оно ходит вот так У нас лето У нас жара здесь А там прохладно Если мы посмотрим По данным Вот я в Египет летал Да Если когда у нас лето У них прохладнее Когда у нас зима У нас морозы Туда летешь самолетом А там жара у них Это соответственно Вот этой схеме Если бы так Как нас учат Значит бы там Всегда была жара Вот Вот сейчас она Вот уже осень Пошло солнце Это осень И сейчас отдаляется Опять зима Вот это лед вокруг И уже фотографий полно И кто на каком расстоянии От земли лед этот Он не от земли Он как бы борьер То есть чтобы океаны Не выливались Ой-ой-ой И там сильная температура Вот эти экспедиции Туда ездят Кстати О экспедициях Есть негласные Негласные есть там Такой То есть между ними договор Дальше 700 километров Вот этот лед сплошной Дальше 700 километров Не летать Но там не очень холодно От чего 700 считать Ну вот Когда например Барьер То есть Какой барьер Где он барьер-то Ну конец океана И лед Ну где конец океана В каком месте Назови Кто там был Хоть одного человека Назови Ну вот фотографии даже есть Ну назови В каком году Ну там куча экспедиции Ну причем Ну ты маленько Назовай Ну Змей Горыныч Ну где его кто встречал Ну почему вы так Зодиак, Козерог Где кто там был Лед щупал Так Кто видел Какими приборами Определяли Сейчас фото Фото я сейчас наберу И фотографии есть Все есть Сейчас уже такое время Когда это все можно Открыть Понимаете Раньше мы не могли Это узнать А сейчас уже Есть ученые Которые их Официально Их не выпускают Какие ученые Назови их имена Сейчас покажу Какие Заряди и покажи Википедии Покажи Что это за ученые Я тебя просил уже Вчера об этом Ты ничего не показал Ну вы мне не дали Вчера 3 минуты Да я даю Бери Покажи Так вот фотографии Вот смотрите Ну вот это да и то же Почему Вот это ученые Остановись пока на этом Это чудач Не знаю Это ученые На это верю Вот опять Вот это И на модели Модели ООН Это рисунок один Никакой модели-то нету Кстати К знаку ООН Он вот так показывает То есть он действительно Правильно вот показывает Так на какое расстояние Не может сказать Допустим Мы находимся в Сибири Да Это Какая стена Вот Вот это лед Ну это картинку Сфотографировали они здесь На земле Где Ну откуда я знаю где Может быть они в Скандинавии Не вот это Откуда я знаю Это в Исландии Там люди такие Вот видите В пушной лед Во Ну этот лед И туда возможно Тысячи километров Ну Нина заговорит Ты скажи сколько И кто это заснял Ну я земляж там не был Значит ничего не знаешь Ну видите Тебя вообще даже Говорят воробья на Микини Не проведешь А тебя даже на Микини Можно провести было Зачем тебе это Ну вы же принимаете Вот те данные Да что принимать Ну вы прочитаете Вот обыкновенные горы Которых их тысячи Везде Какие тысячи везде Ты почему ты считаешь Что это за краем земли Да это экспедиция Которые ездят в Антаркиду Так званую Ихнюю Они вот это фотографируют Вот они оттуда приводят Это края земли Как раз и есть Океан Ну скажи Океан чтобы не вылился С плоского Где там стоит лед Даже есть волны Замерзшие там Ну где На каком расстоянии Где Ну я не меряю Ну и такие вопросы Ну по экватору По экватору Там океан прямо идет Мировое так званое Мировое правительство Иди вон Мировое правительство Не дает Оно контролирует там все Оно не дает Что контролирует Сказать мне Абсолютно все контролирует То есть туда корабль не пройдет Вот если бы У вас было миллиард долларов И вы решили сами туда Вас не пустят Ой-ой-ой Понимаете Вы туда не доплывете Даже у вас будут Это Вам запретят Ты в армии не служил? Нет А почему? Ну у меня травма ноги У меня операция была И меня не пропустили Понимаешь У тебя ни на один вопрос Ответа нету А мировое правительство Да кто будет смотреть Кто куда хочет Туда и едет Что ты выдумываешь Да никто Это вам кажется Да перестаньте Вы просто наивно верите Вы просто верите людям То есть дойти туда узнать Никто не смотрел нельзя Это очень много Устерлигова А есть один епископ Но нигде никто его не знает Церковь православная Еретики Старобрядцы Еретики Зарабежные еретики А он один И теперь еще есть одно видео Про вот этот Маятник Фуко Ученый Который неофициальный Он доказывает Что Маятник Фуко доказывает Что земля плоская А не круглая Да Да Ну почему бы Ну знаете Ну Вы с меня делаете полного Но я занимался этим Три года Знаешь Ты молись сейчас По одному Изгнание лживого Беса из себя Другого не надо Ничего Так все На этом Заканчиваем Погаси Погаси Это уж Что такое Это сблевал Какой-то тебе И ты это Как пес Какой все это Глотаешь Этих не людей Не ученых Ты никого не можешь Погасать Не одного Я могу вы не видите Вы не хотите услышать И вы идите Я хочу услышать Показывай Садись Ну садись Покажи У меня даже записано Давай Покажи Не хотите Слушать Давай Это не мое Потихоньку Ты снимаешь Сколько нужно времени Чтоб ты показал Смотрите Я Игнатьев Я ничего свое не придумал Ничего не снил Ты вопрос мой Слышишь Во сколько Сколько времени Надо чтоб ты нашел Их Так А вот это Можно в скайпе Там я Сделай что хочешь Я в скайпе скину Где занятия Мы проводили занятия А где занятия А вот Изучение Библии Вот это Вот это Занятие по изучению Библии Кто-то удалил что ли Оооо Все Так Смотрите Давайте сначала Я хочу сначала Огнать Тихонь Буквально две минуты Здесь Вот Этот который Неофициальный Неофициальный ученый Это какой фильм Александр Македонский А? Александр Македонский Какая чистая съемка Звук включи Это ваше Вот сейчас Закон Ньютона Посмотрите Снимаешь? Да Ученые Посмотрите Это физик Не называй фамилию Ищи Потому что видно было Я вижу Там мужика стоят Заходи в соседней улице Что ты мне показываешь Рыбников Фамилия Рыбников Открой мне Покажи Рыбников Сейчас мы зайдем В КиБи Ну подиже Пускай Смотри Закон Ньютона Ну вот видите А вы пытаетесь Я говорю Вот закон Ньютона Называется Закон взаимодействия масс При увеличении масс И что? Сила Слушайте внимательно Сила притяжения увеличивается С этим вы согласны? Закон Ну какая прелесть Я вам об этом и рассказываю А теперь я обозвану Я его даже в одном месте Обознал уголовников Вот вам ребеночек Он школу не ходил Он умненький У него три годика Он подходит к родителям Купи мне шарик Отец ему купил резинку Он говорит Пап, ты что купил-то? Шарик-то Круглый На ниточке И летай Смотрите Он в школе не был А знай, что шарик на ниточке Он не знает почему Отец говорит Сейчас она дует Вот теперь мы взвешиваем Это Икс Вот оно Это земля Это икс Он ничего не доказывает Он покатывает на доске Да Ну еще нет Плюс мы сюда добавляем Икс Что ты поверил Ты испугался цифрой Ты еще Ну ничего Доказательства Ну Роман Ну никак я не ожидал Не понимаете Ну Плюс ниточка М2 Слушай Ты покажи М1 плюс М2 Это закон Ньютон Я еще не понимаю Не вижу Как не понимаю Физика Отсвоим фамилию Имя Где живет Покажи кто Он живет изначально Я даже не слышу Ну открой Что я посчитал Не хотите слышать Не хотите слышать Не хочу слушать Если вы не хотите слышать Так как я вам докажу Он ничего не докажет Он ничего не доказывает Кто он такой Это говорит Ну это Шарлатан Из этого дома Это ученый Это Шарлатан С этого дома Через дом Ну еще из этого Ну и что Вот он от привергает На закон Ньютона Покажи кто он такой Ты же ничего не можешь Ни лед не показать Ни кто ученый Вы рыбьи не говорите, а почему? Вы не наелок? Вот в чем дело, понимаете? Ну открой его, убери, он не нужен Ну я ни одной цифры не понимаю, что показывать А он вор Ты что, под дурака играешь или что? А даже одному не может доказывать, который рядом стоит Он ничего не доказывает Он за это получает деньги Его послали, чтобы пудрить мозги Ты открой Википедию, дай посмотреть А ты видишь, он стоит? А что я вижу-то? Я вижу, стоит бритый дядька Под 60 лет возраста Кто он такой, чего? Я даже не слышу, на каком языке он говорит Вот именно, Геннадий Тихонович Вы не хотите услышать? Не дури, показывай Ты хочешь показать его? Ну не можешь Ну что ты начинаешь хвостом билять-то? Ты конкретно покажи, открой его мне Биографию дай Какие он открытия сделал Рыбников Так, где это? Сейчас, сейчас, сейчас Википедия должна быть Да нет на него Википедии Большая счастье для него это Да он давно его знает Это Ютуб, ВКонтакте Да мало ли придурков В дурдоме на валенке женятся Еще доказывать тебе Размер валенка подходит нет Давай сказали Давай Если ты не покажешь Это о чем будет говорить? Википедия Почему я поставлю еще в Википедию? Так Ну где это Википедия? Давай Давай ищи, когда найдешь, подовешь Вот Я знал, что ты будешь плутовать дальше Бесконечно Никого нету Ущеных Ну не может же он перевернуть Земли вверх ногами Космонавтов не было Космоса не было Земли нету Меридианов никаких нету Земля на 7000 от Солнца Вот это Все есть Это человек совершенно одержимый Ложью Ты спрячь его Да не говори А где движется? А сейчас его имя Просто рыбником много В воздухе Он учеванный в советское время Он открытый Не надо, покажи что Не надо, не надо Я не слышу меня Зачем ты мне это Фигуру показываешь Что ты считаешь Ты меня к себе не ровняй Да я не ровняю Зачем это не ровняю? Ну откуда вы взяли? Дурью маешься и меня тащишь туда А вот подскажи человек Да кто он такой? Ну потихоньку Я думаю ты все равно сшибешь Все Что ты так? Потихоньку надо идти Простите Заново восстанавливай Надо было сдвинуть Ты говорил что ты не можешь Я тебя не слушаю Я говорю покажи Ничего показать не можешь Нету ничего Так вы не слышите меня Ничего нету Нету, нету Я запишу его Как можно показать тому Кто не хочет видеть и слышать Не трать время показывай Время не трать Так вы перебивайте Мы договорились Ты покажи Он опровергает закон Ньютона Абсолютно трезвый Ты покажи кто он такой Он опровергает Ты что он опровергает Пишет Козюльки стоит там Он опровергает Кто он такой? Кто он такой Чтобы опровержитель то этот? И ты ему поверил Почему? Сродство душ сродняет Лжец лжеца найдет Ты знаешь Рыбак рыбака видит издалека Ты болеть будешь тяжело Я вот чего боюсь Да слава Богу Господь хранитель Не дай Бог Господь хранитель Открывай его Покажи что за мужик Три года у меня плоская земля А я не болею Не надо я тебе показываю Ньютон Ломоносова Фотографии Года рождения Менделеева Ты всех отвергаешь Кто он такой? Покажи Кем он признан Какие он открытия сделал Что он для этого мира принес Пока ничего нету Дымное надмение мира Дым один Неизвестно какого мужика Главное ему верят Все ученые мира От Аристотеля начиная Все Этим не верят Но это о чем говорит О том что внутренний твой человек Он приготовлен был ко лжи А всякая лошадь дьявола А имеет это отношение к спасению? Ложь имеет отношение Потому что это дьявол Ты зачем Дьявольским сосудом то? И вытряхнуть не можешь Ты стоишь на своем Вот та большая большая беда Я встречался с людьми Начинаешь говорить Веский доказатель Он сразу Все я виноват И отвергайся Ты ни на грамма не сдвигаешься Он тебя заблокировал давно уже Ты никогда не забываешь Что человека убить Он еще Я вот сейчас боюсь Ю О Юрий Алексеевич Я за это время Нашел бы уже десятки ученых За это время Королева показал бы тебе Курчатова Ну всех Американских ученых Блеза Паскальна Вчера показал тебе А ты ничего не можешь Никого нет И что он внес? Верующий не верующий был Ничего не известно Блез Паскаль глубоко верующий Исаак Ньютон верующий Верующие люди Исаак Ньютон Менделеев православный верующий Тритик Ньютон Так Традиция Так Сейчас начитаем Викип... Что за Википегия? Понимаешь Я даже хотел бы отойти Мне надо в сторону Я боюсь отойти Ты сразу скажешь Ага Испугался Убежал То есть он сатана Сразу будет нападать Я не хочу давать повода Может правильно Так Гребников Юрий Алексеевич Википегия Ну все открыто Ничего нету Обман Так Сущий обман Ложь А всякая ложь от дьявола Тут толковать не надо Евангелие от Иоанна 8.44 Он лжец Я отец лжи Отец А это его дети Чада Так За 600 лет до Христа еще Уже знали, что Земля шарообразная Специалисты Руистяно-физики Довольно популярны У недалекой категории интернет-пользователей Известен своими... Подожди, остановись пока Первая фраза Кому он известен? Своим изобретением Периодической системы электроатомов Ну что это такое? Ну что это электроатомы? Ну что это электроатомы? Не знаю Атомы... Это накрученные слова только А я там давно известен С методикой построения электроструктуры Электроатомов Соединивший физику, химию, электричество, счет, математику Единую систему знаний Его знают с Советского Союза Он работал Хорошо Хороший специалист Ну какой это ученый? Так это все давно известно Ученый Когда человек не хочет услышать Он не услышит никогда Нет Ну ты скажи Это говорит о предвзятости Это предвзятость Скажи, что он изобрел? Предвзятость Как относится к земле? Не даст трезвое мышление Ну покажи, где это к земле относится Не надо эти слова Не пускай их изо рта Зачем тебе это? Я вам не смогу доказать Потому что вы не слушаете Я не знал, что ты еще не найдешь Конечно Это предвзятость Это только предвзятость Вы уже знали Это предвзятость Что предвзятость? Конечно, вы уже знали это Значит, давай так Посмотрим Вот ученые, я тебя называю Глубоко верующие люди И ты какого-то неизвестного мошенника Подставляешь Да какой еретики? А? Половина Давайте наберем Давай снова начинай Исаак Ю Вероисповедание Вероисповедание Ньютона Что ты написал там? Вероисповедание Ньютона Википедия Давай Религиозные взгляды Исаака Ньютона Давай Давай Пока отшатнись Религиозные взгляды Исаака Ньютона Давай 1642-й Является предметом дискуссии В течение нескольких столетий Из рукописей И опубликованных Сочинений Великого ученого известно Что он был Противником христианского догмата О троице Согласно точке зрения Возникшей еще В 18 веке Ньютон был Приверженцем Осужденного Как ересь В 4 веке Арианство В изданной В 1831 году биографию Физик и богослов Брюстер Пытался обосновать Что Ньютон был Он был Ортодоксален Мы должны брать Впереди А это Что доказывает За это не будем брать Чего ты взял Ничего не доказано Все О нем спорят только О нем написано Что при слове Бог Он всегда Благоговинно снимал шляпу Уже Ну так Верующим Он ортодоксален Что тебе надо еще доказывать То есть он православный Ну если спорили Значит Была причина для споров Нет смотри Он что сказал Я православный Что спорить Вот смотри Он православный На миллиард процентов Вот так И о нем спорить нечего А здесь если спор Значит он не был Мы Даже он пускай бы не верующий был Открытие его Бородатые красивые Длинные волосы Любите вы таких Я тебе говорю Что я не согласен с этим Ну а то что он открыл Давайте останемся Открыл это то что есть Вы не согласен с этим Я не согласен с этим Мы имеем свободу или нет Так Ньютон что изобрел Что открыл Открой это И сравни с тем Которого ты Подставляешь Ладно Закончим об этом Какая его вера Что угодно можно сказать Какая у нас вера Уже пол 11 Завтра мы на работу Давайте помолимся Споров нет конца Я не люблю споров Потому что Нет конца Ну зачем это Не надо Не в Википедии Не в Википедии Не в Википедии Давайте закончим эту тему Нет Зачем я не знаю Зачем это вам Может это воля Божья Я вас принимаю Как волю Божью Потому что я с этим Не зашел сюда И никому ничего не навязывал Так смотри Есть еще ученые Которые там еще видео есть Давай напоследок посмотрим Посмотри сюда Посмотри внимательно Полетят по тверде небесной Ну видели на это Птицы Воробей птица Птица Ворона Сорока птица Конечно Они у нас летают под окнами Где они летают По тверде небесной По воздуху По воздуху летают Я говорю вот здесь Поэтому Мы до воздуха еще не дошли По воздуху и летают Я понимаю как по воздуху Написано Полетят птицы По тверде небесной Почему не можешь сказать Что летят по тверде небесной По воздуху не летят Почему Смотри сюда По тверде небесной Владимир Тихонович Ложимся сквозь Я вас спрошу Ради Христа Ну смотри Вы на меня обижены Нет Нет подожди Ну почему Птицы полетят по тверде небесной Почему не можешь прочитать Ну уже десять раз это мы говорили Что Это так важно Ну давайте сто раз Давайте вот сейчас начнем Сто раз Считай пожалуйста Один раз Давайте сто Ну чтобы уже наперед было Чтобы больше никогда никто не обращался Один раз прочитай Птицы летят по тверде небесной Птицы летят по тверде небесной Воробей летит по тверде небесной Где твердая Ворона летит по тверде небесной Все Голуби летят по тверде небесной Все все Дальше не надо А ты говорил что это твердая Ударилась и упала И там вода среди них Где выше воробья вода Какая Закончим Роман Даже вот поэтому только Ну закончим или нет Что скажи Что он тебя закрутил Запудрил Дальше некуда Ну что тут доказывать то Воробьи летают по тверде небесной Тут написано И с таким трудом тебя надо подтаскивать А давайте еще раз Это уже мы прочитали Еще против нету, совсем согласны Они про это не говорят Ты это поминаешь, а их нигде и нету Никого не нашел Я тебе дал свой компьютер Не нашел Из этого ты ничего не доказал А шарики вам говорили, что старое значение слова шар Это слой, пласт и красочный Это мы уже тоже обсуждали В словарь далее зайди, любой посмотрит Да они говорят шарообразно, крышу Так люди и понимали тогда Это сатана подсунул 11 глава 3 книга Ездры говорит 3 книга Ездры говорит На всем земном шаре власть Власть на крыше дана или где? Красочный мир Речь идет о правлении над всем миром Власть дана над всем земном шаре Мы скажем сейчас и выступим На всем земном шаре будет одна власть Люди еще поймут крышу какую-то Сейчас они поймут, да, потому что им сатана навязал уже, что шар это глобус И все, у них в голове глобус, он вращается Попробуй им доказать А как Ездры говорит об этом? Это сатана в нем? Нет, это слово, значение старое было А сатана изменил значение слова Как бывает? Святых отцов А какое старое? Скажи, когда это? Старое было слой, пласт и красочный Это значение Ну парк, парк, что такое я хочу сказать? Парк Ну люди под словом шар понимали Слой, пласт Ну здесь-то по смыслу понятно Власть дана над всем земным шаром Что ты крутишь? К какому смыслу? Да это просто сатана уже закрутил глобус сейчас Вот это время Это у себя предложение правильно перенесено? Это значение он другое Изменил значение, и все Да как изменил-то? Ну давайте в словарь Даля зайдем Мы же заходили с вами Причем в словарь Даля Совершенно никакого отношения не имеет Как не имеет значения? Никакого Не имеет, не имеет А у меня имеет Никакого, совершенно Он не имеет, а у меня имеет Никакого Он там брал изречения, какие слышал Пословицы, поговорки Считай слух Третье Ездры Эта голова устрашала всю землю И владычествовала над обитателями земли С великим угнетением Ну, подожди, минутку О чем он говорит? Устрашала всю землю А почве, говорит, или о земле? Ну пока непонятно, какая земля На земле, да На всей земле Но пока непонятно И удерживала власть И удерживала власть на земном шаре Более всех крыльев, которые были Ну, на где? И что под этим можем? Пласт, слой красочный Да тут, тут же впереди явно делается Я более чем уверен, что в то время Какое в то время? Какое то? В Ездры А? Времена Ездры Так я не понимаю Перевод-то когда сделали? В 1776 году Ты что грутишь-то? Ну 140 лет назад-то Ну, теперь опять встал в тупик Ну, что, ни грамоты, ни знания, ничего нет Что ты споришь, что? Ну, так словарь говорит Лучшие мировые переводчики Четыре духовные академии Здесь были люди в переводе, которые канонизированы нынче Филарет, митрополит Подожди Не надо дурить Переведенная вещь идет, что земля С великим угнетением На всей земле Ну, тут из контекста Даже не было земного шара И то понятно, что речь идет о всемирном правлении Ну, всемирное правление То есть ничего нету Ну, все Ты то ли дуришь, или что? Ничего не дурю я Ну, здесь послушайте, что речь идет о земле, не о черноземе Абсолютно адекватный Так, молись Главную молитву в стриме избавления от духа лжи Всегда прошу Господа Об этом прямо молись Прямо молись об этом Потому что без этого спасения нету Ни один написано лжец, в Царстве Божьем не войдет И поэтому нужно быть очень внимательным Так, на наши отношения, ты спрашивал, это никак не поменит Никак Я верю, это есть искренний Я вас знаю уже Я тебе это сказал, больше не говорю Запомни, к этому не подходим Потому что ты начал говорить об этом И поэтому тебе я хотел дать данные, которые ты не знаешь Совершенно не знаешь Я выбрал все места писания Сегодня специально сидел над Библией Я тебе их прочитал Ты их не принял Не принял, вопрос снятый Ну, по крайней мере, ты слышал, что твердь, это не твердый, а воздух Простите, что забрал у вас время Не хотел Я для этого и живу, чтобы вами заниматься Так, молимся Мы сейчас будем молиться Никита Ты можешь так даже Ну, ладно Боже, милостью, будь мне грешен От всяких скверных наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и прислый, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже истина небесе, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое истарство, сила и слава во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного. Слава Тебе наш Бог и Его, ва ваочи. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволения. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, когда дал мне в руки Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Добрый мой ангел, благодарю Тебя. Сколько лет Ты хранил душу мою и в путешествиях, страшных и опасных. Хранил на земле, на водах и в воздухе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Добрый мой ангел, не покинь и в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным. И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн, Креститель, претеча Христов, моли Бога о нас. Но учи нас, Господи, жите и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. И никогда не роптать, никому не завидовать. Но прославлять Тебя за все, что Ты даруешь, даже самое малое. И даруй жилье каждому, и Сергею Гавриилу. Аллилуйя. Святитель Христов Никола. Мирликийский чудотворец. Образ кротости и воздержания. Добрый архипастор, моли Бога о нас и приди на помощь в этой беде. Скорый заступник. Матерь Божия, покрой нас самофором любви Твоей. От дьявольских происков, от всякой лжи освободи нас, Господи. Дабы имя Твое святое прославлялось через жизнь нашу. Молите Бога о нас, святые пророки Божии. Пророк Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи. Ездраниеми, Амос, Навум, Исайя, Иеремия, Варух, Изыкииль. Осия и Аиль, Агей Сафония, Захария Малахия, Давид Нафан, Даниил Отрекий, Пророк Михей, Аврам Исаак Яков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твое на отшествие не заставлено с неготовыми. Но чтобы выше навстречу Тебе, жениху душ наших, со святильниками истинной веры, полными добрых дел, масла, соделанных духе святом с любовью, Аллилуйя! Святые ангелы и архангелы, Херувимы, Серафимы, все небесные силы, престолу Божию, предстоящие молите Бога о нас. Святые апостолы, и Петр, и Павел, и Лагелисты, Матфей, Марк, Луко, и Иоанн, молите Бога о нас. Святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирнский, Иустин, Философ, Космай, Адамьян, Андрей, Стратилат и Иерон, мученик. Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий, Комедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон. Сорок святых мучеников. Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, дабы никто не принял начертания зверя. Анфиму, Вениамину, Дарве. Дай веру и страши родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуз, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Макарий, Макарий, Антоний Феодосий, Корнилий Ио, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий Николай, Макарий Алтайский и все переводчики священного писания. Молите Бога о нас, молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла, Первомученица, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Софии, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юния, Киприяна, Устина, молите Бога о нас, да дарует Господь послушание и молчание жёнам и девам и сохранит их от всякого поругания. Слава Тебе за этот воскресный день, как многое Ты сказал нам, и всё мы погрешили в разговоре, прости нас, Владыка, истина Твоя да воссияет для всех. Но мужчина ценит это мирное время. Благослови Патриарха Кирилла, Епископов, Максима, Сергия, И весь епископский, иноческий чин, и всем даруй духовное рождение свыше. Благослови Правителя, Владимира, Дмитрия Александра, Рамзана, Петра Александра, Эрдогена, Амана, И сохрани их от покушения на них. И Дух Твой Святой доведёт нас в землю правды. Царство Небесное, Аллилуйя, Сохрани нас застеление наше от пожара, от воров, от нечистой силы, Дабы никакая ложь и не приближалась к детям Твоим. Услыши, пощади нас, помилуй, И сокруши сатану под ноги наши вскоре. Ты обещал защитить. Услыши вопль наш И посети детей Твоих, гонимых, убиваемых, пытаемых. Прими их в обители вечные, по всему лицу земли. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву, Издяне рук, как жертву вечернюю, Благоухание приятное перед престолом, благодати Твоей. И соедини молитву нашу с молитвой всех святых, Молящих и Тебе на небе и на земле. Услыши, исполни молитву всех, Молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, Заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Говори, Господи. Аминь. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Давай, с радостью. Говори, просто здесь.